Хоба! Всем здарова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Как достать соседа». И сегодня у нас будет интересная модификация через вселенные. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирный царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребят, я создал обсуждение, у меня в группе ВКонтакте есть, ты можешь спокойно скинуть туда свою модификацию, либо чужую, но, конечно же, с ссылкой на источник. Вот. И, возможно, я её сниму. Так, в общем, мы видим... Блин, ребята, Рик и Морти! Ну, просто это портал, по-моему, из Рика и Морти как раз. Сегодня, кстати, выходит новый сезон, так что, друзья, я буду обязательно смотреть. Так, а что у нас тут есть? Кстати, музыка совершенно крутая. Авторских прав музыки нет, это хорошо. Надеюсь на это, надеюсь, посмотрим. Так, ограничения во время для более опытных игроков. Ну, я не особо прям опытный. Вот, хоть сколько я там играл. Так, этот мод от Спайди. Через вселенные тут есть сюжет. Советую вам читать всё, что пишут в подсказках, описания, и мы о мыслях Вуди той или иной вещи. Ютуберам советую снять полностью игру. Так, оу, оу, интересно, возможно ли продолжение. Так, начало, вселенная, сосед курит в сторонке. Так, я так понимаю, вот это вот самое первое. Итак, минимальный рейтинг 100%. Джо, разжую тебе, что происходит. Наш герой Ротвеллер. Вы попали в альтернативную реальность, и с вашими атомами происходит неизведанная чертовщина. Вуди стал похож на Ротвеллера. Скорее выбраться надо из этого карманного измерения. Погнали, посмотрим, что же нас тут ждёт, представляет. Как достать соседа? Слушай, это круто, в серии начало. Ладно, продолжим. Мы с командой думали, что сможем открыть портал в другие миры. Мы хотели стать межгалактическим шоу. Мы были близки к успеху. Мы смогли извлечь ДНК того, где есть везде. Ротвеллер, ленивый жердя, есть во всех вселенных. Я не мог понять, почему он существует во всех вселенных. Да и сейчас я не до конца понимаю, какого фига. Так, у нас тут чё, блин? А, чтобы бегать. Идти в данную точку. То есть, вот так вот бегать. Сосед только... Я не могу разглядеть в этом уровне. Так, бургеры? Что? Что это за котлетки такие? Мы создали телепорт и назвали его Телемадзе. Мы думали, мы добились идеала. Я вызвался быть испытателем. Я переместился и увидел, что существуют и другие версии нашей студии. Где-то этот культ, а где-то вообще это целая корпорация. Я был ошарашен и начал сразу проводить... Хромакей? Какого фига хромакей здесь? Что? Очередной хромакей. Иногда я физически не могу быть на съемках. Эта штука меня спасает. Вот это прикол! Офигеть! Прикольно. Все было прекрасно. Мы позвали тебя на студию вчера и уже просили провести съемку в другой вселенной. Ты был счастлив, что тебя узнает вся вселенная. Вот это прикольно. Ну, реально. Представь, много-много вселенных. И ты там есть. В каждой, к примеру. И сосед там тоже есть. Так. Колесо тут что-то... Капец. Капец! Так, идем сюда. Но мы не учли одного. Ты был врагом Ротвейлера. А как ты знаешь, портал состоит на его клетках. Возможно, вы враги на молекулярном уровне, поэтому ты в другой вселенной похож на соседа. Портал хочет искоренить врага. Стоп! Ты хочешь сказать, что вместо соседа здесь будет Вуди? Оу, блин! Это будет забавно, конечно, ребят. Ля! Сто процентов! Блин, как это крас... Это пульт! Ой, не пульт. Ну как эта штука называется урика? Ну блин! Так, вселенная 3310. Так. И тут действие выполнено. Земля. Тут четыре пакости. Здесь две. Так что давай вот с этой начнем. После того, как мы переместились из карманного измерения, вы очутились в мрачном измерении. И здесь вы видите довольно похожий дом на дом Ротвейлера. Но он будто заброшенный. И все огорожено. Вам надо проникнуть внутрь здания, ведь вы чувствуете энергию телепортатора здесь. Слушай, молодцы! Написали прям дофига текста. Это прикольно. Вот это вот... Это прикольно. Мне нравится. Так, загрузка данных пошла, ребята. О, блин! Вуди хардкор! О! Хелп! Спасите! О боже, Вуди, куда ты идешь? Блин, мне это не нравится, если честно. Что он тут делает? Открыть записка. Фига! Он его ни хрена себе! Бедный Вуди, боже! То есть мы попали в параллельную вселенную, где мутузят его, где сосед его запер. День первый я пытался сбежать, но Ротвейлер меня... Как атмосферно, да, друзья? Он его избивает, прямо избивает, капец! Сбежать. Но Ротвейлер меня поймал. Он использует палки и заостряет их, протыкает им и сначала мою одежду, задевая кожу, потом режет вен. Осуждаю, осуждаю. Это так ужасно, я не могу так жить. За что мне все это? Если вы чудом найдете меня живым, помогите мне, пожалуйста. Я сбежал второй раз и пишу записку. Он меня не может найти. Ключ около меня. Я его спрятал, чтобы он не нашел. Так, видим. Боже, его срочно надо спасать. А что здесь? Э, э, на цыпочках-то не надо ходить. Ля, надо спасать его побыстрее. Зачем он пилит палки? Так, уходим, уходим, пацаны. Все, понимаю. Открыть, Вуди, хардкор. Как же мы его откроем? Ну-ка. Что там? Не открывается. А, Вуди, да ты что спасать? Офигеть. Так, ну ладно, мы теперь знаем, что да как тут. Будем действовать аккуратненько. Тактика у нас есть, и мы будем ее придерживаться. Так, нам нужно взять ключ. Ай. Так вот. Сейчас попробуем сначала открыть ключом сундук. Я понимаю. Мегаящик, мегабокс. А, телепорт. Заряда хватит только на одного. Надо спасти Вуди из-за этого измерения. Офигеть, это круто. Да на себя. Спасаемся. Так. Давай. Все, мы его спасли. Его нет. Ура, ребята, ура. А что же делать дальше? Я просто... Стой. Так. Ну тут еще один прикол должен быть. А какой хрен теперь он палки эти? Ребят, вылетела игра. Я не знаю, почему так произошло. Короче, допилил сосед, так сказать. Ладно, мы его спасли, это важно. Хотя там еще какая-то пакость. Вот какая-то могла еще быть пакость, ребят. Как вы думаете? Ладно, давай еще пройдем уровень. По идее, не так их много? Сосед курит в сторонке. Действия выполним профессионалами. Не делайте. Так коробка не просто так. Земля 615. Здесь сосед любит переезжать от тебя. Вуди этого мира уже забил болт на Ротвеллера и нашел новую жертву. Но частицы портала у него... Блин, как это офигенно. Реально, можно столько всяких различных историй придумать. Слушай, это шикарно. Это шикарно. Это мне нравится. Так. Каровать соседу. Он спит около входа в дом, чтобы не пропустить звонок в дверь от гостей. Воу. Так, здесь мы можем спрятаться. Здесь у него какого-то фига... Слепая зона. Фигеть, ты видел? У этого унитаза очень... Ага. Понимаю. Сейчас он идет, я так понял, спать. Так, но надо его как-то заставить. Что, погоди, что это за комната такая у него? Так, сколько он будет спать, я не знаю. А, ему пофигу. Ему пофигу, он спит как зверь. Нормально. Ну да, это, видимо, специально сделали, чтобы мы с тобой успели все сделать. Смотри, тут есть динамин. Да, он, видишь, долго все это делает. А, погоди, это гостиная? Стоп. Я понял. А, это кухня. Покуривает там, смотри, как. Нервно курит в сторонке, реально. Стой. Не-не-не, мы тут успеваем, ребят. Вешалка соседа с одеждой, может взорвать ее? Так, кнопки. Ага, приколы я какие-то понимаю. Погоди, а где он берет трубку? Вот тут, видимо. Нет, типа не надо ее взрывать, он говорит. Так. Так. Хм. Кнопки я уже понимаю. Да, друзья, это надо сюда. А, ну два прикола-то у нас там. Ну вот и все. Только единственное надо это. Коробки. Все, вот теперь норм. Э, еще кнопки? Еще кнопочки? Все, он спускается. Так, отлично. Приколы получаются. Соседушка. Ура. Ура. Так, идет идет еще покурить, но сейчас он покурит, блин. Сейчас он накурит, так как говорится. А, никогда не курите, ребят. Лучше вон квасочек и так далее. Ну шо. Ага. Понял. Ну-ка. Бам. Слушай, ну идея со вселенными, это прям реально прикольно. Вау. Вот это было круто. Ну что же, друзья, на этом мы пока заканчиваем. Ссылочка на модификацию будет в описании. Да, я сделаю обязательно. На этом все. Спасибо за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки. Субтитры сделал DimaTorzok